Боитесь ли вы пропустить OLED из-за выгорания? У нас может быть решение для вас. Не в этом году, и возможно не в следующем, а в перспективе. Потому что сами изобретатели технологии OLED, конкретные люди, которые поставляют химикаты и технологии, лежащие в основе OLED в LG из Universal Display, разрабатывают решение для стабилизации OLED, чтобы он не выгорал, называемая плазмоника. Плазмоника. Никогда не слышал об этом до сегодняшнего дня. Не плазма, плазмоника. Быстро про OLED и вернемся. Причина выгорания OLED состоит в том, что это органика, и органические материалы в основном нестабильные, особенно при воздействии тепла, а в телевизоре может быть очень жарко. И выгорание происходит потому, что когда изображение стоит на экране, одинаковое изображение, оно нагревает OLED в одной области снова и снова, поэтому OLED имеет ограниченный срок службы. Эти самые пиксели. Вы сокращаете срок этих пикселей, потому что статичное изображение, находящееся там, ограничивает срок службы и эффект накапливается. Предполагается, что плазмоника стабилизирует и предотвратит более короткий срок службы. Сущности, делая OLED свободным от выгорания. По крайней мере, так обещают. И вот что важно. Universal Display и LG Display признают, что если они не решат проблему выгорания, OLED не будет долговечным. Давайте посмотрим другую статью в разделе Display Daily. Мы видим, что, хотя OLED в настоящее время по-прежнему превосходит технологию ЖК-телевизоров в некоторых областях, QLED, MiniLED быстро догоняет. Вы видели мои сравнения с HDVG, где, я не мог не сказать, посмотрите в темной комнате, там так много темных сцен, и где HDVG в 95% случаев показывает как OLED, сцена за сценой. Да, есть несколько сцен, где раскрываются слабые стороны HDVG, и это все еще блуминг, субтитры, иногда не выраженный черный, но он никогда не был так близко. Оставшиеся 5% этих сложных сцен, да, OLED уничтожает его, но остальные 95% стоят меньше 1000 долларов, и это самая сумасшедшая часть. HDVG стоит чуть меньше 1000. Лучший OLED на сегодняшний день, будь то LG или Sony, стоит почти 2000 долларов, что вдвое, более чем вдвое превышает HDVG. И это вторая проблема OLED. ЖК-телевизор не только догоняет сильные стороны OLED, но и цена по-прежнему вдвое ниже, что означает, что он лучше, чем несколько лет назад, когда он стоил четверть цены. Но двойная цена все равно слишком высока для большинства потребителей, чтобы покупать, особенно когда есть возможность выгорания. Ограничивается пиковая яркость, давайте даже не будем об этом говорить. OLED никогда не сможет превысить 1000 нит, частично из-за выгорания, чем ярче вы получаете OLED, тем короче срок его службы, поэтому они должны поддерживать или ограничивать яркость до определенной степени, и это будет меньше 1000 нит. Теперь мы знаем проблему с OLED. Что делает плазмоника? Плазмоника должна стабилизировать OLED с помощью своей магической физики. Я даже не собираюсь даваться настоящую науку, потому что я не знаю. Это как работает холодильник. Он сохраняет мою еду холодной, это все, что меня волнует. Плазмоника. Предполагая, что Universal Display сможет разобраться с ней, она расширит актуальность OLED для телевизионных дисплеев, хотя бы потому, что так же быстро, как ЖК-телевизоры развиваются световыми фильтрами квантовых точек и мини-LED, и кто знает, какая еще магия появится на горизонте, OLED достиг своего пика. Прежде всего, это цветовая палитра, она не станет шире с помощью сегодняшних современных технологий, и она не станет ярче. Им нужно найти способ решить проблему выгорания, чтобы он мог стать ярче и использовать другие технологии, чтобы превзойти ЖК-телевизоры в своей собственной игре. А другая технология, это OLED с квантовыми точками, QD OLED. QD OLED выводит квантовые точки на передний план в качестве цветового фильтра, вместо технологии подсветки квантовой точки, становится цветовым фильтром. Таким образом, OLED может просто сфокусироваться на синим свете, на ярком синем свете, но весь этот синий свет является наименее стабильным из цветов OLED. Если вы сделаете его супер ярким, что ж, он будет разрушаться быстрее, чем когда-либо. QN Plasmonica. Вы видите, как хорошо они играют вместе. Если Plasmonica сможет решить проблему выгорания, как ожидает Universal Display, то Plasmonica QD OLED вместе мы получим две вещи для OLED. Пиковую яркость, наконец превышающую 1000 нит, и расширенную цветовую палитру, которую обещают ЖК-телевизоры и их технологии квантовых точек. Итак, как далеко мы находимся от этого стека с Plasmonica? Очевидно, что до нее еще много лет, но они работают сверхурочно, чтобы решить эту проблему. Потому что китайцы, и Mini LED, и тайваньцы, и их следующие поколения цветового фильтра с квантовыми точками, струйная печать всего, они их быстро догоняют. И вы видели, как работает HD 9G в темной комнате, с минимальным количеством осветления черного. Plasmonica не сможет добраться сюда достаточно быстро для OLED. Если они не выведут его на рынок в ближайшие два или три года, я думаю, что OLED начнет терять актуальность. Поэтому ожидаю, что в следующем году про OLED будет очень трудно сказать, что он является превосходной технологией. Есть несколько вещей, которые OLED делает лучшими, независимо от того, что делает ЖК-телевизор, и одна из них input lag, задержка. Это связано с тем, что в стеке OLED меньше всяких слоев, которые увеличивают input lag, в то время как у ЖК-телевизора имеется подсветка, имеется контроль над полноматричным локальным затемнением, имеются все эти слои, которые требуют отдельного управления. И вот почему Samsung, когда он находится в грувом режиме, отключает многие из этих элементов управления, чтобы вы получили максимально быстрый input lag. И что происходит? Цвета внезапно размываются, черный начинает осветляться, полноматричное локальное затемнение находится в режиме сна. Это не очень хороший опыт. OLED, несмотря на то, что он находится в грувом режиме, сохраняет большую часть качества изображения при низкой задержке. И в ЖК-телевизорах, я не думаю, что это решится в ближайшее время из-за множества слоев, которые существуют для борьбы с проблемами, присущими ЖК-телевизорам. Не выражены черные и все такое прочее. У OLED все еще остается одно преимущество, и это задержка. Поэтому он отлично подходит для игр, если бы он только мог решить проблему выбирания. Что кажется реальным. Это выглядит как настоящая технология. Тоже, мы увидим, потому что в конце концов и Universal Display, и LG Display, все они работают на OLED. Если они смогут решить выбирания, то они смогут двигаться дальше с улучшениями яркости и более широкой световой палитрой. Они проскочат мимо ЖК-телевизоров и мини-ледов. Что вы, друзья, думаете, готовы ли вы ждать, пока OLED станет лучше? Или вы уже списали OLED и просто ждете, когда большинство ЖК-телевизоров подешевеют. До следующего видео.